Ильин Дин не останавливает Кировчанку паца. Жаркая и сухая погода в городе держится уже четвертую неделю. Сегодня специалисты озвучили памятку, как не стать жертвой солнца. Тем временем спасатели сообщают, что на вятке у Старого моста за последние дни спаслись десяток жизней. Почему при строительстве школы в Зиновых на федеральные средства Киров попал на деньги? Почему власти считают, что от лагеря в Крыму нужно отказаться? Александр Галицких рассказал сегодня о проблемах в системе образования. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 27-летней девушки, которая упала с восьмого этажа. ЧП произошло на улице Добролюбова. Подробности в рубрике «Место происшествия». Сегодня десантники празднуют 86-летие со дня основания десантных войск. В городе сегодня не работают фонтаны. Праздновать широко, но безопасно еще утром призвали всех пришедших представителей власти. Чемпионат области по спортивному туризму на лошадях прошел в Кирове? Почему спортсмены отказались выходить на старт? О главных событиях вторника, 2 августа, расскажет информационный канал «Город» студия Артема Панекаровских. Здравствуйте! Ильин день не останавливает кировчан купаться. Жаркая и сухая погода в городе держится уже четвертую неделю. Сегодня специалисты озвучили памятку, как не стать жертвой солнца. Тем временем спасатели сообщили, что на Вятке чуть не утонула мать с двумя детьми. Они просто хотели переплыть в Вятку. И таких чудом спасенных только за последние дни и только у старого моста с десяток человек. Подробности в сюжете. Плюс 29 в тени, на солнце куда больше. 35-градусная жара в Кирове держится уже четвертую неделю. Кажется, измучились от нее уже не только люди. Еще дома, в которых открыты почти все окна, машины, в которых нет кондиционеров, тротуары и дороги. Пенсионеры теперь предпочитают передвигаться по тенистым аллеям. Любые другие походы говорят только по вечерам. Голова кружится и силы нисколько нет. Вот у Любы тоже, видите, какие быстрые. Дома грею воду и моюсь в ванне под ванной. А то невозможно. Мамы с детьми тоже ищут тень за последние несколько недель. Рассказывает, даже изучили все солнечные улицы Кирова. Маршруты теперь прокладывают по остальным, куда днем не падает солнце. А еще теперь всегда с собой. Маленький набор пешехода. Водичка у нас с собой. Да, шляпочка у нас легкая. Одежда у нас. ХБшечка. Вот. Простыночки у нас с собой есть. Ларьки с водой, соками и мороженым тоже спасаются от жары. В помощь хоть вот такой маленький вентилятор за спиной. Как вы спасаетесь от жары? Вентилятором. Вентилятором. Покажите, он у вас где-то здесь, да? Да. Вот как раз в спину дует? Да. Специалисты из Центра медицинской профилактики напоминают непривычно жаркое для Кировской области лето. Особенно сказывается на сердечниках. Но и всем остальным рекомендовано не преодолевать себя и не быть равнодушным, если кому-то из прохожих или пассажиров общественного транспорта вдруг стало плохо. Можно соблюдать какие-то ограничения в питании. Допустим, жареная пища, очень жирная пища, обильные приемы. Все это, ну, трата энергии организма, да, на то, чтобы переварить это все. И дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистые, опять-таки, системы. Питьевой режим, если нет противопоказаний, полтора-два литра. Обильное питье это тоже опасно. Впрочем, создавать трагическую статистику в Кирове жара умеет, если не напрямую, то косвенно. Спасатели сегодня отрапортовали, что за последние дни спасли у одного только старого моста аж 10 жизней. Почти бездыханных маму и двух ее дочерей спасатели вытащили из воды накануне. Как зовут? Дима. Дима? Дима. Не плаваешь-то, сам нормально? Походу не плаваю. Не умеешь плавать-то? Нет. Этого молодого человека в эфире Первого городского мы показывали еще на прошлой неделе, как и большинство тонущих. Молодой человек просто хотел переплыть вятку и не рассчитал сил. В отчете дорожные инспекторы делают вывод о том, что жара играет в статистике ДТП не последнюю роль. Сниженное сцепление, внимание, реакция и, как итог, что называется, на ровном месте авария произошла на улице Дзержинского на выезде из города в выходные. По предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель автомобиля Ауди 80 не справилась с управлением, совершила съезд кювет и наезд на бетонное ограждение рекламного щита. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 6 человек, в том числе 3 несовершеннолетних ребенка. Это девочки 8, 10 и 11 лет. Судя, по усредненному прогнозу погоды, летней прохлады в Кирове можно будет ждать только со следующей недели. В понедельник синоптики обещают плюс 21, но такая комфортная температура продержится в Кирове совсем недолго. Уже к концу следующей недели синоптики обещают всего плюс 12, то есть вполне возможно, что ближайшие выходные окажутся последними в этом купальном сезоне. Артем Панекаровских, Максим Скачилов, информационный канал «Город». 51 секция с 91 опрессована. У коммунальщиков остался месяц до завершения гидравлических испытаний. Обещают успеть срок, даже несмотря на постоянно растущее число прорывов. На сегодня специалисты КТК успели проверить сети, обслуживающие две трети домов Кирова. Прорывов очень много. Часто после проведения испытаний трубы на участке вновь трещат по швам. Из-за этого подключение потребителей к горячему водоснабжению откладывается. Из самых сложных участков на сегодня улица Горбуновой и Маклина. При работе на последней специалисты решили не ремонтировать, а заменить 100 метров труб. Всего с начала этого года специалисты КТК зафиксировали 2300 дефектов. В прошлом году было на 500 прорывов меньше. Ремонтная бригада, отмечает, теплоснабжающие компании работают до позднего вечера и по выходным, чтобы уложиться в график. Гидравлические испытания в городе должны завершиться к 15 сентября. При строительстве школы в Зиновых на федеральные средства Киров попал на деньги. От лагеря в Крыму области нужно отказаться. О проблемах в системе образования сегодня рассказал Александр Галецкий. Встреча с журналистами состоялась в его личном кабинете в правительстве и длилась почти час. Начал председатель правительства со статистики. С 6,5 тысячи выпускников, сдавших ЕГЭ, в этом году 100 баллов получили 72. Сейчас в школах идет подготовка к новому учебному году. Заведения должны пройти все проверки к 25 августа. Пока же дети отдыхают в оздоровительных лагерях. Здесь самый больной вопрос про лагерь в Крыму. От него, признался сегодня Александр Галецких, нужно было отказаться уже давно. Ежемесячные аренды обходятся бюджетом в 250 тысяч рублей. Плюс под даты вылета и прилета детей в Крым в самолетах забронировано 50 мест. Их приходится оплачивать, даже если число желающих отдохнуть гораздо меньше. Ко всему лагеря до сих пор не прошел проверку Роспотребнадзора. 27 мая подписали этот договор об аренде. До этого могли мы агитировать людей, берите путевки, а мы ничего не знали, будет ли вообще. Дальше. Мы уже оттянулись с 28 июня заезд, месяц себе дали. И понимали, что нам лагерь не подготовить за этот месяц. Там чудо должно произойти, я говорю, чудес не бывает. Это совпало с тем, что Крым, как на грех в этом году, перешел на российские законодательства по лагерям. До этого у них все украинское было, а там гораздо проще, честно вам скажу. Через оздоровление. Затронул Александр Галецких из строительства школы на тысячу мест. В микрорайоне Зиновые возводят ее на федеральные деньги. Однако уже после начала работ в силу вступили новые требования по оборудованию учреждений. Теперь на каждого ученика микроскопов, стульев и мечей должно быть на 178 тысяч рублей. Школу должны сдать к концу декабря этого года. Правда, где взять деньги на ее оборудование власти пока не знают. В области снова фиксирует рост количества мошенничеств, связанных с покупками через интернет. Так мужчина решил приобрести автомобиль и остался без 200 тысяч рублей. А женщина при покупке детской одежды лишилась 180 тысяч рублей. Об это и других новостях далее в рубрике «Короткой строкой». Очередной случай бешенства зафиксировали недалеко от Кирова. В Кирово-Чепецком районе бешеная лисица зашла на территорию приусадебного участка. Она пала на собаку и спряталась под дом. В управлении ветеринарии просят кировщан сообщать о подобных случаях и напоминают о необходимости вакцинации домашних животных. Кировские полицейские вновь фиксируют рост числа случаев мошенничества, связанного с объявлениями о продаже. Так, на одном из популярных сайтов объявлений житель области присмотрел автомобиль, внес предоплату 200 тысяч рублей, после чего продавец пропал. Полицейские просят кировчан не сообщать никому данные из своей карты и не вносить предоплату. Органы ЗАГСа подвели итоги первого полугодия этого года. Выяснилось, что в первой половине 2016-го рождаемость немного обогнала смертность. По-прежнему примерно 9 из 10 браков вскоре распадаются. Также за 6 месяцев кировчане усыновили 54 ребенка. 270 человек выразили желание сменить имя. Администрация города распродает коммунальную технику. Среди лотов мусоровозы, бульдозер и грейдер. По словам представителей администрации, старая техника городу не нужна, а частным лицам в хозяйстве пригодится. Начальная цена лотов не превышает 30 тысяч рублей. Вырученные деньги пойдут в бюджет муниципалитета. 16 августа в Октябрьском районе впервые состоится спартакиада учащейся молодежи. Молодые люди смогут посоревноваться в беге, прыжках, мини-футболе. Победители ждут ценные призы. Заявки на участие в спартакиаде принимаются до 10 августа по телефону 36-59-71. Впереди вас ждет короткая реклама, она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 27-летней девушки, которая упала с восьмого этажа. ЧП произошло на улице Добролюбова. Подробности в рубрике «Место происшествия». Сегодня десантники празднуют 86-летие со дня основания десантных войск. В городе сегодня не работают фонтаны. Праздновать широко, но безопасно еще утром призвали всех пришедших представителей власти. Все изучила, готово. Уже знаешь направление, куда нужно ехать. Чемпионат области по спортивному туризму на лошадях прошел в Кирове. И почему спортсмены отказались выходить на старт. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 27-летней девушки, которая упала с восьмого этажа. ЧП произошло на улице Добролюбова. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, материал имеет возрастное ограничение 12+. Приехавшие на место медики были бессильны. Девушка не подавала признаков жизни. Как стало известно, вероятной причиной такого поступка стал конфликт с мужем. Супруги поссорились, и девушка выпрыгнула с балкона на восьмом этаже. Сейчас следственный комитет проводит проверку. По предварительной версии, это было самоубийство. На улице Украинской вспыхнули коллективные хозпостройки. На момент прибытия расчетов МЧС строения горели открытым пламенем. Огонь перекинулся на хозблоки, в которых находились пять газовых баллонов, грузовик «Газ» и автомобиль «АК», а также иномарка «Ауди». Данному пожару был присвоен повышенный номер вызова, так как создалась угроза распространения на жилые здания и создалась угроза распространения на данный сарай, где находились газовые баллоны, соответственно, угроза взрыва. Людей из соседних деревянных домов эвакуировали. От высокой температуры в окнах квартир лопались стекла. Благодаря оперативности пожарных не было допущено взрыва газовых баллонов и распространение огня на жилые дома. В ЧП никто не пострадал. По факту пожара проводится проверка. В Новоавятском районе арестован местный житель Сергей Ермолин. Мужчину обвиняют в убийстве своей 27-летней сожительницы. Девушку, обвиняемой до смерти, избила, а потом, чтобы скрыть следы преступления, закопал тело на свалке. В этом месте. В этом месте, да? Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Ермолину грозит до 15 лет тюрьмы. Сегодня десантники празднуют 86-летие. Со дня основания десантных войск в городе сегодня по совпадению не работают фонтаны, а представители власти призвали пришедших праздновать широко, но безопасно для города. Ура! 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 Кировчане гордились, смотря на вас, и радовались вашему молодецкому задору. Целую стопку подарков и голубой берет сегодня вручили самому старому из присутствующих. Павлу Сычугову 90. После торжественной части и речей он вместе с остальными возложил цветы всем тем, кого уже нет. Как и где провести 2 августа, многие определялись до последнего. Отключенные фонтаны, говорят, ничуть не расстроили праздничных площадок специально к Дню ВДВ в Кирове и пригороде. Опять же, по традиции, много. Туризм на лошадях – это романтика, даже если это спорт. Сегодня в Кирове прошел чемпионат области по спортивному туризму на лошадях. Наездникам здесь в первую очередь нужен не кнут, а компас. Туристическая тропа пролегала по лесам. Там же были контрольные точки, которые еще предстояло найти по карте, как в спортивном ориентировании. Правда, главной сложностью для некоторых спортсменов стало уговорить лошадь выйти на старт. Почему они отказывались участвовать в престижном соревновании – сюжет Ольги Шмыриной. Все изучила, готова. Уже знаешь направление, куда нужно ехать. С такими напутствиями главный секретарь соревнований отправляет спортсменов на дистанцию. Это спортивный туризм на лошадях. По лесу 10 контрольных точек, которые еще нужно отыскать по карте. Конкуренция не слабая. За победу сражается 15 человек. Но первое, что бросается в глаза – на старте никто не срывается с места в галопе. Судья, которые на КП, они тоже должны смотреть. Например, если на КП один они должны прийти или шагом, или рысью могут прийти. Если она прискачет туда, к галопам, судья, соответственно, тоже в замечаниях это напишет. Это будет штрафоваться. Для каждого участка свое время. От КПП до КПП спортсменам нужно добраться за строго определенное время. Останавливаться нельзя, скакать с ветерком тоже. И это при том, что стоит 30-ти градусная жара, а участники в полной экипировке. Ну, конечно, жарко, но правило есть правило. Обязательно соблюдать. То есть обязательно должна быть и кофта с рукавом, и бриджи обязательно. А еще сапоги или краги для безопасности. Аптечка на дистанции может случиться всякое. Плюс часы и компас. Головной убор у спортсменов по правилам у лошадей от солнца. Впрочем, капельку такое спасение от жары не устроило. Лошади вятской породы отличаются своим нравием. Постоянно проверяют наездника на твердость характера. Вот и сегодня капелька просто отказалась выходить на старт. Ноги работают. Ноги работают. Ноги работают. Аня, ноги работают. Ноги работают. Работают. Ноги. Чтобы справиться с капелькой, понадобились советы старших. В итоге, не хотя, но лошадь все же поддалась. Оксане повезло больше. Ее чарочка тоже вятской породы, но очень покладистая. У спортсмена, можно сказать, даже некая фора. Вятки очень выносливые и быстро восстанавливают силы. Так что через 15 минут после длинной дистанции могут вновь выходить на старт. Но в этих соревнованиях по спортивному туризму только за счет лошади не победить. Надо думать. Здесь просто правила очень интересные. И поначалу мы думали, что те, кто умеет ездить, все будут всегда обгонять. А потом нас туристы уделали просто, которые ездить не могли, потому что они понимают суть туризма. Четко планировать время – то, что участницы этих соревнований уж точно умеют. Всю дистанцию они до минуты должны придерживаться установленного графика. Так медленно, как здесь, к финишу не идут, пожалуй, ни в одном другом виде спорта. За победы здесь можно прийти только шагом. Заголоп – исключение. Впрочем, первым, показавшимся на финише, наоборот, стоило бы притормозить. Дистанцию девушки закончили значительно раньше положенных 62 минут. Чемпионат Кировской области по спортивному туризму на лошадях состоялся. Победители отправятся в Самару уже в сентябре на чемпионат Приволжского федерального округа. Впрочем, если найдут спонсоров. Ольга Шмырина, Сергей Самоленко, информационный канал «Город». И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра с ним вас познакомит Алена Матвеева. В этот день полагалось совершать все работы молча. Наблюдали и за погодой. Громкие крики сорок предвещали теплую зиму, а утренний туман – солнечный день. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 3 августа в Кирове ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Днем плюс 27, ночью плюс 20 градусов. Ветер южный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Удачной вам среды! Таким был этот вторник, 2 августа. И если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54-18-19. В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok